Наша задача просмотреть, как в зиму призимовали пчелы, есть ли наличие расхода. Томаты подбираем под себя, что вы любите. Перец пересадку не очень любят. Сегодня я вам покажу, что у нас получилось с петунией ампельной. Это уже новое молодое растение, то есть будра уже давно укоренилась и уже стоит просто в теплице. Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами наш передача «Удачи на даче» и я, Ольга Вишневская. Мы начинаем. Всем известно, самый лучший овощ на наших грядках – это томат. Все его сеют, все за ним ухаживают, собирают плоды. Очень много передач было, как правильно посеять томат, но и никогда не показывало, какая рассада у нас на первом этапе. Сегодня я вам покажу низкорослый сорт, наши японские самураи, маленькие, и более такой высокий сорт, но не высокорослый, а метр-полтора. Последние года, наверное, уже лет 5, высокорослый томат абсолютно не выращиваем, не для себя, не для рассады. Начинаются томаты у нас от 30 сантиметров и метр-пятьдесят – это максимум. Но так как у нас сейчас присутствуют у всех поликарбонатные теплицы и выращивать 5-6-метровое растение, в принципе, смысла нет. Это когда в тепличных хозяйствах большие теплицы, большие парники, которые 6-8 метров, они, конечно, выращивают только высокорослый томат, потому что собирают максимум урожая. Рассада, как всегда, мы сеем в деревянный ящик, грунт мы берем нашего производителя. Единственное, что да, мы просеиваем грунт для некоторых культур, а в принципе, иногда засыпаем просто так. Единственное, что пропариваем водой, перемешиваем, чтобы он был не такой сухой. Здесь у нас пошел первый настоящий лист, но пикировать еще это рано. Это вот посевы. Сеяли, раскладывали, чтобы было не сильно густо, не редками, иногда редками сею, иногда просто, как я говорю, посолили. Что касается томатов низкорослых, они всегда отличаются, низкорослые сорта, они такие приземистые, тоже начинает только второй листик появляться, начинает только дюбочка наклевываться. Пикировка таких томатов будет через где-то две недели, две-три, ну, будем смотреть как по погоде, потому что сейчас погодные условия непредсказуемые, нам надо тепло для томата. К сожалению, не все теплицы отапливаются, есть холодные теплицы у меня на участке, но три теплицы топятся, потому что томат все-таки любит тепло, свет. Некоторые растения морозостойкие, мы тогда выносим их в холодные теплицы, а томат нет. При пикировке он у нас всегда стоит, и ночью мы подтапливаем и повышает температуру. То есть, в принципе, вот этот томат уже можно подкармливать, потому что уже начинается настоящий лист, и тогда он набирает силу. Подкормка в маленьком виде максимум одна-две. Больше не делаю. Могу иногда полить по корню, а иногда просто пройтись, просто опрыснуть. Больше выбирайте для подкормки томата. Это азот содержащий, потому что нам надо выгнать зеленую массу, то есть чтобы азота было достаточно много, от 12 до 18. Тогда у вас зеленая масса будет крепкая, и я люблю, чтобы вот эта вот нога, как я говорю, ножка, да, вот эта вот, она была прям синяя. Тогда я знаю, что рассада закаленная, прекрасно перенесет пикировку. Когда она такая светлая, небольшая просьба, наверное, не бойтесь выносить свои томаты на улицу в течение дня. То есть вы их, когда выносите на балкон, если балкон застекленный, вообще будет супер рассада. Она не будет тянуться, ей не будет так жарко. Комфортная температура для томата 20-21. У нас в квартирах немножко жарче. И когда вот особенно уже когда дачники едут на дачи высаживать, очень часто вижу, что прям, ну, ложатся эти томаты переросшие. Лучше пускай томат будет приземистый, крепенький, коренастенький. Не поленитесь, потрудитесь немножко, чтобы ваша рассада была супер. Вот встали утром, вынесли на балкон и пошли на работу. Вечером занесли. Опять же, если балкон застекленный, и вы видите, что там плюс 3, плюс 5 ночью, можно уже вставлять на балконе. Ничего такого страшного нет. Некоторые люди, даже, ну, мои соседи, например, они берут томаты маленькие вот такие, пикируют уже в теплице поликарбонатных, накрывают дугами и еще раз накрывают пленкой. Как правило, такие томаты тоже закаленные, и вот попикировали их и оставили в теплице. Томату надо свет. На окне у нас не так достаточно света, как в теплице. Все равно в теплице светлее, и на балконе тоже будет светлее, потому что там все застекленное, там дневной свет. В принципе, по томату, наверное, все. Не забывайте о том, что томаты подбираем под себя, что вы любите. Кто-то любит круглый томат, кто-то черри, кто-то сливку, кто-то крупный. То есть при выборе семян обязательно обращайте внимание на вес плода, на размер растения и на скороспелость. То есть бывают такие томаты поздние. Для чего сажаются поздние томаты? Для того, чтобы продлить урожай. То есть поздние томаты сажаются, чтобы кушать их до октября. Но, как правило, все дачники любят ранние. Ранние. Все быстрее и быстрее, чтобы пораньше. Ну, в принципе, потому что у нас томаты ранние, они всегда очень дорогие, и всегда хочется кушать уже свое. Буквально 3-4 дня назад пикировали наш перчик, о котором мы говорили в прошлой передаче. Значит, перец был распикирован вот в такие стаканчики. Последние года 3 выбираю стакан. Он, значит, идет 7 на 7 на 7. Там 150 грамм земли всего лишь. Небольшой стаканчик, потому что корневая система у перца, она не очень такая агрессивная, например, как у томата. Томаты вообще пикируем только в ящике. Открытым корнем она прекрасно переносит пересадку. Но для вас, для дачников, скажу так, что перец пересадку не очень любит. Поэтому, если вы уже собрались пикировать перцы свои, пикируйте только в контейнерах какие-нибудь. Потому что в стаканчике неважно, что там вы будете использовать. Мы даже один год, знаете, что просто из целлофана делали вот такие тубы небольшие и в эти тубы тоже сажали. Неудобно, правда, насыпать землю, грунт, но экономили как могли. Поэтому даже вот такое вот использовали из пленки, такие тубы делали сами. Мы уже высеяли капусту раннюю. Как я обычно сей, я беру стаканчик и просто раскладываю семена. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, 12 семянок в разные стороны, чтобы они друг дружке не мешали. И вот на таком этапе срочно в холод. Перец 200 мл. Опять же, подписывайте, красный, желтый какой. По капусте я рассказала, позднюю капусту сеем на 2-3 недели попозже. Ну, в принципе, позднюю капусту мы уже будем сеять в грунт. Влажная почва, дуги ставим, и там ничего такого сверхъестественного в капусте позднее выращивания нет. Я думаю, что многие дачники рассаду поздней капусты сами растят и никогда ничего не покупают. Опять же-таки, при выборе семян капусты смотрите внимательно. Раннее, среднее, позднее, позднее, какую вы желаете. И, например, не надо покупать 5 пачек ранней капусты. Вы должны понимать, что эту капусту вам надо либо скушать, либо переработать. Знаете точно, что дача молодеет, и очень много молодых людей начинают вместе с нами оккультуривать свои дачные участки, не только кушать шашлыки, но и, конечно же, работать из года в год у них все больше и больше получается. Даже мои сверстницы, у которых никогда не было дач, они сейчас все на дачах и балдеют от этого классного кайфа быть на даче и кушать свои овощи, которые вырастили своими руками. А наша передача «Удачи на даче» будет помогать вам в этом. 14 апреля следует воздержаться от посадок, посева и пересадок. 15 апреля не лишним будет постричь газон. 16 апреля можно посеять редис. 17 апреля благоприятный день для посадки всех луковичных растений. 18 апреля – хорошее время для посадки лука. 19 апреля можно перекопать грядки и мульчировать посадки. 20 апреля следует нести подкормки под древесные многолетние культуры. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся на пасеке в Шумилинском районе. Сегодня температура где-то выше 12 градусов, значит, идет массовый облет пчел. И сегодня у нас, так сказать, идет первоначальная ревизия. Наша задача – просмотреть, как в зиму призимовали пчелы, есть ли наличие расплода. Всю зиму пчела сидела в улье, естественно, она не опорожнялась. Ну, после первого вылета у нас, видите, все испачкано, вот это все крышки, все это, весь снег желтый. Вот все эти вот предметы, шифры и прочее, бросаю я на снег, чтобы быстрее растаял снег. Потому что, когда пчела иногда садится на снег, она может застыть, и потом не вернется в улей. Весь подмор нужно вычистить. Открываем крышку. Значит, наша задача – убедиться в наличии расплода. Здесь у нас находится матка Неска, Краинка. Поднимаем диафрагму. Но пчела у нас не кусается, работаем без маски. Это не потому, что я герой Советского Союза, просто пчела такая. Переставим диафрагму на обратную сторону. Семья зимовала без утепления. Вот это утепление, пленку, я положил в начале марта. Потому что в семье температура при наличии расплода. Вот у нас, видите, крайняя рамка. Очень много меда на рамке. Сейчас мы переставим эту рамку, чтобы почистить. Вот скребком со скребем весь подмор. Ну, там немножко небольшое количество. Потом берем, включаем пылесос. И все это собираем. Вся процедура закончена. Несколько секунд, и у нас все вычищено. Ну, то ставим обратно в положение диафрагму. Гнездо зимовое у нас находилось посреди, вот здесь. Наша задача сейчас его сдвинуть на край. Зиток у нас находится на север, поэтому вот эта сторона всегда более теплая. Ну, естественно, пчела всегда стремится к теплоте. Поэтому у нас обычно на первой рамке находится летом кормовая, а в следующей рамке с этой стороны находится расплод. И дальше последующий. В конце расплода может и не быть. На последних там несколько рамках. Те пчелы, которые вот этот клин, это после подкорки вот такой клин оттянули, я его как бы еще не удалил. Ну, в принципе, сейчас мы его удалим. Нам не нужен. Пойдет на перотопку. Они зимой не плодятся. В октябре месяце пчелы перестают яйцекладку, ну, яйца откладывать. И пчела практически живет до весны для того, чтобы потом дать будущее поколение. Летом она живет 35 дней, потому что она занимается выводом раствода, потом и сбором меда. Ну, вот у нас находится матка. Вот нашел матку. Краинка, Неска. Вот даже номерок у нее 50... 57 вроде бы, да. Ну, вот она на ту сторону пошла. Потом раствод. Вот даже есть ячейки, с которых ходит пчела. Вот сейчас выходит молодая пчела с нее. Значит, все пчелы, которые зимовали, через месяц их не будет. Полностью обновляется гнездо. Полностью идет молодая пчела. Свою функцию пчела, которая зимовала, она выполнила. Она перезимовала, и сейчас дает будущее поколение. В данный момент в этой семье где-то 15-20 тысяч. Ну, видите как, вот висят грозни. Вот сейчас вот она вот. Семья какая, видите? Это говорит о том, что все мощное. Тем более, видите, не злобное. Берем. Ну, приятно, конечно, работать с такой семьей, с такой пчелой. То есть, никакого героизма. Значит, вот этот пакет, который они не вывели, это говорит о большом наличии корма. Они не хотят его особо есть-то. Ну, пускай доедят. Как бы положим обратно его на место. Вот это накрываем пленкой. Вот у нас здесь было две рамки расходов. Ну, как бы пройдем полностью. Немножко что-то расшумелись. Третья рамка расхода, вот, 21 марта. Потом есть перенос пыльцы сегодня, вот, несут уже пчелы. Ольха цветет. Ну, вот, три рамки расхода в данный момент. И пчелы, и огромная масса, вот, какие у нас. Где-то 11 рамок в этой семье. Семья была в зиму объединена. Значит, основная семья, плюс еще добавлен отводок. Ну, тоже полноценная семья. Здесь была огромная масса пчел в зиму ушла. Ну, естественно, перезимовала, отлично. Потому что сильная семья дает нам все. Слабая, кроме болезни, ничего. Тщательно утепляем. Ложим пленку, осталась паста, ложим подушки. Значит, внизу утепление не должно доходить в миллиметр 5 до дна. Если оно доходит, то весь конденсат, который находится на дне, как фильтр, поднимается по подушке. Подушка потом влажна, образуется сырость. Ну, естественно, от сырости портится корм и приводит к назематозу пчелу. При наличии расплодов в семье должна быть температура 35 градусов. Естественно, под пленкой создается парниковый эффект. И лучше сохраняется температура. Семья лучше развивается весной. Ну, потом под пленкой удобно обслуживать. Зимой еще нужно посмотреть. Посмотрел, видно, где находится клуб. На крайних рамках видно наличие корма. Ну, как бы полностью не перешел, и рука не поднимается все это убрать. Половина уже дощечек выбросилась, но половина осталась. В зиму, когда у нас находится посреди гнезда, значит, и семья зимует под пленкой. Пленку нужно заворачивать три слоя, чтобы по краям была пустота. Чтобы не образовывался конденсат и не было парникового эффекта. Потому что для пчелы зимой тепло, страшнее холода. Ну, если семья сильно утеплена, значит, идет проживание распрода. Значит, от проживание распрода идет лишний расход корма. И чем позже начнет матка работать, чем у нас меньше будет клеша. Вот на зиму обрабатываем пчел. У меня препарат, как в литературе написано, 99,9%. Ну, как бы клеш не снижает, но все равно остается. Потому что по осени, ну, например, замешал несколько семей. Короче, сильно были заклещены. Если семья проживана клешом, ей уже ничего не поможет. Пчела, в которой клеш сделает дырку, она, естественно, обречена на гибель. И там через месяц или через две недели она, как бы, в любом случае погибает. У нас была передача про вегетативные сорта ампельных растений. Это бакопа, лобелия и все остальные, в том числе и петуния. Я рассказывала очень долго о том, как мы черенкуем и что из этого получилось. Сейчас я расскажу в нашей передаче. Я рассказывала про будру, про бакопу, про лобелию. В принципе, суть одна и та же. Единственное, растения по-разному укореняются, то есть при черенковании. Сегодня я вам покажу, что у нас получилось с петунией ампельной. Мы его черенковали. Это прошло где-то две недели. Да, две недели. И я уже вижу, что есть выпады, но и есть, конечно, укоренившиеся растения. Мы черенковали в обыкновенный субстракт, обмакивали ножку в корневин и обязательно опрыскивали. Объясню, почему вот эта часть не очень красивая по сравнению с этой. Все вы знаете, что теплицы у нас топятся при помощи дров и печек. Да-да, дрова носим, колем, топим и утром, и днем, и вечером, и ночью. Так вот эта вот часть стояла очень близко к печке. И видите, она немножко подвявшая, забрала влагу, но я не трогаю пока ничего. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь я уже вижу, что есть корни. То есть прошло две недели, растение стоит, как я говорю, гвоздиком, не падает, уши вот так вот не вянут у нее. То есть вот это вот все будет уже с корешками. Давайте сейчас вместе с вами что-нибудь дернем, хотя я не очень люблю, когда... Ну, сейчас покажу вам. Ура, это победа. Вот это, вот это самое главное в моей работе, когда я вижу вот эти корешочки беленькие. Вот они. Они пошли уже укореняться с нашей веточки. Вот они. То есть это растение еще пока слабенькое, его рано пересаживать. Просто постепенно вытягиваем с нашей теплички. Не в жаркую погоду, желательно в пасмурную, потому что у нас все стоит под пленкой, накрытая спазбондом. Растению для укоренения надо невысокая температура. Помним, да, что вот эта часть стояла близко возле печки, было очень жарко. А надо где-то градусов 16-18 тени. Каждый день мы опрыскиваем нашу малышню для того, чтобы потом кайфовать от этих корешков. Я вот это вот просто все, больше всего балдею от этого. В дальнейшем, когда вы пересаживаете растение ампельное, любое, все, что у вас есть, обязательно прищипываем ей макушку. Сколько раз, говорю, прищипнули, все макушки отщипываем. Не важно, лабелия, бакопа, калибрахуа, сурфиния, потуния, петуния ампельная. Не важно, все, что вы видите, написано ампельная. Значит, стрижем без проблем. Не боится стрижки. Чем больше вы ее будете стрижить, тем красивее будет в дальнейшем ваш куст. На один большой горшок одно растение. Но мы его прищипываем. Всегда объясняю дачницам, женщинам. Мы ходим к парикмахеру на стрижку. То же самое мы делаем со своими ампельными растениями. Еще одну ковырну. Ковырну здесь то же самое. Все хорошо. Растение укоренилось. Сейчас покажу, чтобы без... Вот оно, вот оно. Вот пошел калос. И с этого уже идет новая, молодая наша рассадка. Итак, мы черенкуем до середины апреля. Уже в апреле, конечно, мы уже не черенкуем. Обязательно опрыскиваем, чтобы не выходила влага. Много жары нельзя. Лучше пускай чуть-чуть похолоднее будет. Не 16 градусов, 12, но только чтобы не 25. Чтобы корневая система, тут было тепло, поэтому мы на стеллажи ставим пеноплекс. Это утеплитель, пятерочку, можно троечку, чтобы из-под земли в теплице не шел холодный воздух. Значит, для петунии ампельной надо две недели, ну, где-то две с половиной. В зависимости, чем теплее становится на улице, тем нам проще черенковать. Ну, как-то вот такая тенденция. Что касается будры, ну, будра это вообще... Ау-ху-ху-ху! Смотрите, это междоузли, они уже неделю стоят на открытом воздухе. Это уже новое молодое растение, то есть будра уже давно укоренилась и уже стоит просто в теплице на стеллаже. Никуда она не падает. Тут целая поляна у нас будры. Не забывайте, что очень красивая травка в дополнение к своим кашпо. Можно как в одиночной посадке делать, беспроблемно стрижется, так и можно с петунией какой-нибудь малиновой. Тоже будет очень красиво смотреться. При выборе кашпо все сейчас уже готовятся к дачному сезону. Мы не исключение. У меня работа кипит просто со скоростью света, мы ничего не успеваем, но ничего. Но вы сейчас уже ходите, закупаете семена, удобрения, а также контейнеры. То есть, ну, я всегда говорю, мне чем дешевле ящик, тем мне проще. Но для выбора горшка для ампельного растения не дешевите. Лучше взять объем горшка где-то 3,5-5,5 литров. Вам будет проще посадить одно растение, прищепнуть, и оно будет бушевать, жировать. Особенно, что касается петунии, вот сурфений. Они очень любят, у них корневая система такая мощная, и они любят большие объемы. Если вы берете там 1,5 литра, 2 литра, оно очень быстро пересыхает, неудобно. Растение начинает вять, начинает древеснеть быстро. Поэтому при выборе вот именно контейнера для ваших ампельных или балконных ящиков, чем больше литраж, тем лучше. Но если это касается балконного ящика, вы берете, например, 80 сантиметров и сажаете туда 10 растений, дам по рукам. На 80 сантиметров сажаем 3 растения, не больше. Иначе потом они начинают давить друг друга, они конкурируют, и все равно погибнет большая часть растений. Проверено 100%. Лучше менее густо, но больше прищепнуть. Это что касается ампельных растений. Ну, я так думаю, что все вы в мае начнете украшать свои дачные участки, балконы. В квартирах балконы шикарные. Еду любуюсь, понимаете, по городу Витебску. Ну, а наша передача будет помогать вам в этом. Потом расскажу в следующих передачах по подкормке, что лучше использовать и как дольше продлить наше цветение. Оставайтесь вместе с нами. Была я, Ольга Вишневская. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин